Что значит, что матричная система государственного управления устроена так, что спросить такие неудобные вопросы не с кого? Получается, что человеческое стадо – это стадо для того, чтобы кормить кого-то там, наверху, даже путем вот таких вещей, совершенно неприятных, неудобоваримых, о которых, ну и говорить-то запрещается на самом деле. Мы не будем об этом говорить. Мы так вот сказали намеком, а там уже сами, как хотите, так и думайте, додумывайте. Это весь мир. Это договорняк всего мира. Вот эти разговоры о том, что какой-то тайный заговор, какие-то там еще мировые закулисные игры, и люди это воспринимают, ах, это чушь собачья, ах, это чушь. Оно, конечно, может быть и чушь, друзья. Для кого-то это чушь, а вскоре для всех это будет реальность. Вот интересное событие. В России снимают доски, памятники репрессированные. Доски на стенах зданий, где жили репрессированные. Их было много, уже много сняли этих досок, да, пытаются забыть репрессии. Теперь о репрессиях будет запрещено говорить, а это значит подмена менталитета, то есть замена менталитета. Россияне должны будут поменять свой менталитет, вот, да, перевернуть буквально в обратную сторону на 180 градусов. Нужно будет перевернуться. Перевертыши. Вся страна станет перевертышами, потому что перевернуть менталитет. Это и есть перевертыши, когда вся страна будет менять менталитет. Но под кнутом это будут делать. В России вот так. А в Чили, в преддверии 50-й годовщины захвата власти пиночетом, черные полковники, нынешний чилийский президент Габриэль Борич запустил общенациональную кампанию по поиску людей, пропавших без вести при военной диктатуре. А раньше нельзя было. Да этих людей уже многих нет на свете. За 17 лет диктатуры пиночета с 1973 года по 1990 в Чили бесследно исчезли десятки тысяч, если не миллионов. В том числе тысячи детей были похищены у родителей и отправлены на усыновление за границу. Якобы на усыновление. Якобы на усыновление, друзья. Вы знаете, зачем и куда отправляют детей. Вы это сегодня все понимаете. Потому что также в Украине были похищены... Не знаю, сколько детей. Тысячи, тысячи, тысячи. Детей были похищены. Полагаю, я 2 миллиона. Но это только я полагаю. Были похищены детям. Куда они отправлены? Ну, разве вы сомневаетесь? На какое усыновление? Куда нужны эти дети? Что весь мир стал бездетным, а? Весь мир миллионы детей чужих принимает в свои семьи. Да кому это нужно, друзья? Вот вы понимаете, такую вот мульку запустили в мозге. Она как червячок. В мозгах-то крутится. И люди думают, ну, значит, на усыновление. Ну, значит, мы должны поверить этому. Поэтому официально считается, что за время правления Пиночета усыновили порядка 20 тысяч чилийских детей. Еще несколько тысяч попали в состоятельные семьи в Чили. А? Для чего? Кров перелить? Для чего? Для насилия? Для чего они попали в состоятельные семьи в Чили, а? Покажите этих детей, кем они стали. Поколите ДНК, что это не дети своих родителей. Покажите. Не, это вот так вот. Только идут словесные поносы такие. И это ведь договорняк всего мира. Это ведь не только там Чили, где это сейчас празднуется, да? Не празднуется, а отмечается. Ну, вот очередной президент какой-то там, Гарик 125-й, он решил вот так отметить свое правление. Зачем? Непонятно. Ведь он же знает правду. Ведь он же знает, для чего тогда он это делает. Ведь это общий договорняк, мировой. Зачем? Он хочет поднять себя на пьедестал у народа. Народ должен сказать, да, мы помним, мы этого правителя сейчас поднимем, как знамя и понесем. Это международная глупость. Это не только чилийская. Это не только российская глупость. Это международная глупость. Это то, что навязывается сегодня всем людям. Всем людям навязывается одно и то же. А, усыновили. А, из Украины детей на усыновление отправляли. Ха-ха-ха, на усыновление, а? Новорожденных. Только-только новорожденных. А не на какие-то, да, клетки для омоложения отправляли, а? Когда началась, между прочим, война в Украине, это вот в феврале 2022 года, в госпиталях зависло 500 детей. 500 детей, которых необходимо было отправить. Но не смогли. Да, конечно, их потом отправили, друзья. Просто на какое-то время была такая вот блокировка выезда. Ни туда, ни сюда не могли челноки просто так приехать. Потом все вывезли. Никаких проблем с этим нет, друзья. Когда речь идет о таких международных преступлениях, то об этом стараются не говорить. Вот в Чили какой-то там Гарри-125-й начал, начал, да, начал разыскивать чужих детей. Программа называется «Мама, это я твой сын». Да, слезы. Собирайте в платочки слезы, бабки. Плачьте, плачьте. И думайте, что вот такой очередной хороший деятель. Никогда не верьте. Если он стоит во главе какой-то страны, он уже там. Он их с потрохами. Он уже их копытом помеченный. Да, копытом в левый глаз. Так каково, а? Копытом помеченный в левый глаз? Кого здесь недавно копытом ударили? Из россиян в левый глаз. Только ударили или это было все нарисованное. Не знаете, для того, чтобы сказать, и я тоже там. Чтобы все думали, и он тоже там. И он тоже там. Кругленький такой. Он тоже там. Ударенный копытом в левый глаз. Это страшное дело, друзья. Но мы не будем об этом говорить, потому что это сто раз, сто раз переговорено. Это трагедии всех людей нашей земли. Трагедии Украины сегодня почему-то никто не обсуждает, что они потеряли детей. Все это замалчивается. Они также потеряли детей. И неизвестно, где эти дети. Где-то там есть какой-то лагерь построили. Где-то обучают детей. Все это показывают. Но это только небольшое количество. А где все остальное количество? Вот это нужно спрашивать. С кого? Да в том-то и дело, что матричная система государственного управления устроена так, что спросить такие неудобные вопросы не с кого. Получается, что человеческое стадо – это стадо. Для того, чтобы кормить кого-то там, наверху. Даже путем вот таких вещей, совершенно неприятных, неудобоваримых, о которых, ну и говорить-то запрещается на самом деле. Мы не будем об этом говорить. Мы так вот сказали намеком. А там уже сами, как хотите, так и думайте. Додумывайте. Это весь мир. Это договорняк всего мира. А люди? Люди, ну, жалко ли кого-то? Каждой матери только жалко своего ребенка. И все. Не жалко. Все это забывается очень быстро. На это рассчитано. Знаете, человеческая память, а тем более соседская память соседей, ну, пожалеют они. Ой, как жалко там Машку, у которой с ребенком случилось что-то. Ну, а завтра это Машка, Глажка, Дашка, да. А Кулина? Все это, друзья, будет одно и то же. Никому не жалко. Все забудется очень быстро. Жалко, я говорю, повторяю, только матери. Вот матери жалко. Ну, детям может быть жалко своих родителей, да, когда уже задним числом будут отматывать и думать об этом. Ну и все. А всем остальным нет. Ведь когда корову ведут на убой, все садо знает, что ее повели на убой. Знают. Они ловят. У них есть это. Это у человека выключили этот тумбля. А у животных это есть. Но стадо коровянное, коровское, коров, молчит, мычит, муму. Это и есть тот самый колдок муму, который внедряют в человечество. Я Таня Карацова, Сиинбурган. 11 сентября 2023 года. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...